Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать книгу Иисуса Новина на библейском портале Экзегет. На очереди у нас 18 глава. Продолжается описание раздела хананской земли для колен, израильских колен, поселившихся в Ханаане. В этой 18 главе будет описываться надел колена Беньямина, ну и некоторые другие события. В частности, избрание от каждого колена, из семи оставшихся колен, людей, для того, чтобы осмотреть еще неразделенную землю. Все общество сынов Израилевых собралось в Шило и поставили там скиню собрание, ибо земля была покорена ими. Скиня собрания находилась очень долгое время в этом самом Шило, то есть на дальнем переводе Силом. У греков не было шипящих звуков, поэтому Шин превратилась в греческую Сигму. И так перешло в русскую традицию. Шило называется Силомом. Пройдут века, прежде чем скиня будет перенесена, захваченный Давидом, город Ярушалаем. Но вот как она была перенесена в Шило при Иисусе на Вене, так она и будет ставить в Шило несколько веков. Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили своего удела. И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Действительно, земля завоевана, хананеи пребывают в испуге, в растерянности, они покорены, они прячутся от израильтян за стенами своих городов. Надо не сидеть в Галгале или не сидеть в Шило, а идти и распределять землю, захватывать ее, селиться на ней, строить города, пахать, сеять и жить, поживать, добра наживать. Иисус поторапливает их. Пройдет время и момент может быть упущен. Победа одержана над всей землей и надо землю распределять по коленам. Осталось семь колен, между которыми земля пока еще не распределена. Иисус заповедует им. Дайте от себя по три человека из колена. Я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Землю надо переписать, потом бросить жребий и распределить между семействами разных колен. Пусть разделят ее на семь уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. Дом Иосифов чрезвычайно большой. В нем колено Эфраима, колено Менаше. Он очень многочислен, дом Иосифов. Это колено Иосифа, точнее два колена, Эфраима и Менаше. Они будут доминировать, как здесь сказано, на севере. Север и юг. Когда-нибудь действительно Израиль единый разделится на север и юг. На израильское царство северное и на южное иудейское. Это будет трагедией единого израильского народа. «А вы, – говорит он этим представителям колен, – распишите землю на семь уделов и представьте мне сюда, вставку, в шило. Я брошу вам жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего». Пред лицом Господа Бога, то есть пред скиний собрания, пред скиний завета, в шило. Дальше священный писатель передает. «А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их». Многократно повторяется в книге Иисуса Новина, что левиты не должны получить земельных участков. Сам Господь есть их удел. Их города распределены по всем израильским коленам, левитские города. Особые города им назначаются, и эти города расположены в разных наделах, в разных израильских коленах. Левиты не получают надела. Левитское колено, колено Левия, третьего сына Якова, третьего сына Израиля, не получают колено священников, из которого священники. Потому что арониты, они тоже левиты, тоже из этого колена Левия. Да и сам Моше, Моисей, и сам Аарон были, как известно, левитами. Вот они, левиты, священное колено, колено, особо выделенное Господом, они не должны получать на дело. Сам Господь удел их. В церковной экзегетике, в древней церковной традиции экзегетической, колено Левия считается прообразом христианского священства. Вот, в частности, Ориген, начиная с него другие Оригены, Ориген — он отец церковной науки. Начиная с Оригена, церковные писатели видели в левитском служении прообраз христианского посвящения алтарю, прообраз церковнослужения. В 17-й Гамилии на книгу Иисуса Ориген говорит, я цитирую, «Левитам ни Моисей, ни Иисус не дали какого-либо наследия. Как сказано, Господь, Бог Израилев, сам удел их». Это сказано было и в 13-й главе, и сказано вот здесь, в нашей сегодняшней 18-й главе. «О чем подумать в связи с этим, если не о том, — говорит Ориген, — что в церкви Господней есть некоторые, которые предстоят благодаря добродетелям души и благодаря достоинствам их, всем алтарям, и для которых сказано, что сам Господь их наследие. Таковые обозначаются здесь именем левитов и священников, показывая нам, что их наследие Господь, премудрость, которую они возлюбили больше всего. Господь наш, Иисус, который есть премудрость Божия, сам дарует жилище мудрым». Конец цитаты из 17-й Гамилии Оригена, 17-й Гамилии на книгу Иисуса Новина. Читаем 8-й стих. «Эти люди встали и пошли». Вот эти представители колен. «Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание. Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне. А я здесь брошу вам жребий при лицом Господнем в шило». Повторяются слова, сказанные Иисусом этим людям. «Они пошли», пишет священный писатель, «прошли по земле и описали ее, по городам ее, на семь уделов в книге и пришли к Иисусу в стан в шило». Книга представляла собой свиток, естественно. Такой книги с переплетом кодексов тогда не существовало. Дальше описывается. «Первый жребий вышел к колену сынов Вениаминовых по племенам их». Колено Бениаминова – это колено сынов Бениамина, самым младшим сыном Якова, самым младшим сыном Израиля из всех двенадцати сыновей, был Бениамин. Его история описана в книге «Бытие», история этого юного Бениамина, которого звал все время к себе Иосиф, Иосиф хотел, чтобы братья, которые его туда продали в рабство, в Мицраим, в Египет, привели к нему его родного брата Бениамина. У них была одна мать, возлюбленная Якова Рахель. Он очень хотел его повидать. И вот колено Бениаминова, самое младшее в Израиле по возрасту, от самого младшего сына происходящее. Оно интереснейшее колено. Из этого колена будет происходить первый, не самый удачный, израильский монарх. Как мы знаем, из колена Бениаминова был Шауль. Из этого же колена будет апостол народов Савл Павел. Очень интересное колено, важное. Это колено, оно с коленом Игуды, с коленом Иудиным, будет составлять собой два основных колена, из которых состоять будет Южное Царство. Вот Иуда, Бениамин и некоторые из левитских городов будут находиться впоследствии в Южном Царстве. Вот эти южные колена – Игуда, Бениамин и часть левитов. Предел их, предел сынов Бениамина, продолжается одиннадцатый стих, по жребию шел между сынами Игуды и между сынами Йосефа. Между севером и югом Бениамин. Гива Шауля, его резиденция, Гива Бениаминова, называется, будет центром, главным, может быть, городом во времена в предмонархическую, раннемонархическую эпоху. Предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел всей подле Иерихона с севера, и восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне Бет-Авен. Гора здесь имеется в виду или иудейская на горе Ирии Ефремова. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Бейт-Эля. Луз – это древнее название Бейт-Эля. Бейт-Эль – это город, известный тем, что там было видение Иакову, когда он скрывался, бежал от брата своего Эсава, стремившегося его убить. История книги Бытие, книги Берешит. Там потом схизматик Иеравам II установит одного из тельцов. Один телец будет стоять в Бейт-Эле главной, и еще на северной границе Северного Израильского царства, основанного им, будет тоже стоять золотой телец. Вот здесь упомянут этот самый Бейт-Эль, как относящийся к колену Бениамина. И нисходит предел Которов-Адару, к горе, которая на южной стороне Бет-Орона, нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Бет-Ороном и оканчивается у Кириад-Баала, иначе Кириад-Иарима, города сынов Иудиных. Кириад-Иарим, Кириад-Баал – название одного и того же города. Это западная сторона. В топонимике Баал употребляется часто и говорит о том, что те, кто называли город так, они были поклонниками вот этого ханаанского божества Баала. Не только ханаанского, но и финикийского, и вообще ближневосточное. Почитание Баала было распространено по всему Ближнему Востоку, как божество дождя, бог дождя, бог смерти и жизни, и чрезвычайно широкие функции были у этого самого Баала. Мне довелось несколько лет прожить в Ливане, и могу сказать, что и там до сих пор, несмотря на прошедшие века, тысячелетия, несмотря на смену эпохи культур, в топонимах ливанских воспоминания о Ваале сохранились. Есть город Баальбек, есть в горах ливанских Баалшмай – Ваал небесный, есть Айн Баал, близ Тира, источник Баала, и есть другие названия городов и местностей, деревень, в названиях которых сохранилось имя Баала. Вот и здесь Кириат Баал. Кириат – это город, окруженный стенами поселения, Кириат – поселок, город, Кириат в честь Баала. Южной уже стороной от Кириата Иорима, то есть Кириат Баала, идет предел к морю и доходит до источника вод Нефто-Аха. Море, по всей видимости, здесь Яма-Тихон, то есть Средиземное море. Потом предел переходит к концу горы, которая пред долиною сынов Энномова, сына Энномова, на долине Рифаимов, к северу, и нисходит долиною Эннома к южной стороне Иевуса и идет к Энрагелу. Вот здесь сын Эннома, известная всем долина, рядом с Иерусалимом, с старым городом Иерусалимом. Долина между Старым Иерусалимом и Масличной горой – это долина сына Энномова, или сынов Энномовых еще называют иногда, то есть Гей-Энном – Гиена. Гей – это долина, Энном – Гиенном. Там сегодня, в частности, расположен киноцентр израильский, что очень символично. Гиена на долине Рифаимова, на долине Рифаимов. Рифаимы великаны когда-то там жили. К северу. Вот, то есть рядом с Иерусалимом, потому что здесь говорится Иевус, а Иевус так называется столица Иевусеев, называется по их, собственно, племени Иевус. Другое название – Салим, ну а потом будет название, которое всем сегодня известно, как Иерусалим. Иевус, Салим, Иерусалим – название одного и того же города. Потом поворачивает… Да, Иевус находился таким образом на границе между двумя коленами. Был город пограничный. Коленом Игуды, Иудиным коленом, и коленом Бениамина. Давид примет очень мудрое решение, избрав именно потом Иевус своей новой столицей, столицей единого израильского царства. Потому что этот город принадлежал Иевусеям, не принадлежал изначально ни одному из колен и не относился к территории ни одного из колен. И сделать столицу именно в городе в этом было мудрым решением Давида, потому что тогда ни одно колено не будет претендовать на исключительное обладание этим городом. И не будет межколенных споров. Потом этот предел поворачивается, 17 стих от севера, и идет к Эншемешу, идет к Гириллофу, который против возвышенности Дуллама, и нисходит к камню бога на сына Рувимова. Эншемеш – источник солнца, солнечный источник. Шемеш – это солнце. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел под Лебеф-Хоглы к северу и оканчивается предел у Северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Иордан, как известно, не стекающий с Ливанских гор, с горы Хермон. Другие впадают в него, разные ручьи и потоки. Какие-то из них начинаются на территории нынешней республики Иордан, какие-то на территории государства Израиль. Эти потоки сливаются из высоких гор Ливанских. Они образуют реку, слившись. И эта река стремительным потоком устремляется к Галилейскому морю, к Генесарецкому озеру, проходит его, не сливая с ним эта вода, и вытекает из него, из южной части Галилейского озера и направляет свои струи, свои потоки Иордан к морю соленому, к морю, которое римляне называли мертвым морем. Оно действительно мертвое, в нем нет никакой живности, как известно. Но это не библейское название. Библейское название, название Танаха, это Ям Амелах. Мелах — это соль. Ям Амелах — соленое море. Вот здесь это море упомянуто. Южная конец Иордана, как здесь сказано, он действительно впадает в соленое море, в море мертвое. Вот предел южный, говорит автор. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Иордан является естественной границей Святой Земли. Было два с половиной за Иорданских колена, которые сказали, нет, мы хотим здесь остаться, пастбища здесь тучные, земли эти нам, амореев, земли эти нам, аммонитян и маовитян нам нравятся. Будем жить на этих полях маовитских и аммонитских, там, где сегодня королевство Иордания. Там они остались. А Иордан, все-таки им пришлось перейти воинам из колена Гада, колена Реувена и половины колена Менаше. И вместе с Иисусом Новином они захватывали Хананскую землю, чтобы потом, после ее завоевания, вновь перейти Иордан, вернуться к своим загонам, к своим пастбищам, к своим семьям, которые они оставили, и там, в Заяордане, оставаться жить, уже жить, поживать на протяжении веков. Иордан служит естественной восточной границей святой земли. Хотя не все колена поселились святой земли. Некоторые предпочли остаться за ее пределами. Здесь подчеркивается, с восточной же стороны пределам служит Иордан. Иордан – великая река, святая река. Вот удел сынов Беньямина с пределами его со всех сторон по племенам их. Дальше перечисляются города Беньямина. Города колену сынов Беньямина по племенам их принадлежали Сии и Иерихо. Первый захваченный израильтянами город, Иерихон, принадлежал таким образом колену Беньямина. Бет-Хогла и Эмек – Цициц. Бет-Арава. Дом, Бет – это дом, Арава – это одна из пустынь, небольших пустынь. Бет-Арава – дом пустыни. Цемараем и Бет-Эль. Итак, Бет-Эль – духовная столица схизматического северного царства. В эпоху разделенных царств Бет-Эль – важный духовный политический центр Израиля, где главное святилище было израильтян, израильтян северного царства. Бет-Эль тоже был в колене Беньямина. Дальше перечисляются остальные города. Авим, Фара, Офра, Кефар, Аммонай, Афни и Гева – двенадцать городов с их селами. Гева, Гева, Гива Вениаминова, Гева Шау, Шауля, Гаваон, Рама и Беров. Гивон, вот этот самый Гаваон, откуда гаваонитяне, он тоже к колену Беньямина относится. Митсфе, Кфира и Моца, Ракем, Ефиил и Фарала, Цела, Элев и Иевус, иначе Иерусалим. Да, Иерусалим здесь перечислен, как удел Беньямина, но Беньямина он никогда не принадлежал и не будет принадлежать. Он будет до его завоевания Давидом, незавоеванным, будет принадлежать Иевусеем. Давид его завоюет и сделает своей столицей единого царства. Не столицей Беньямина, а столицей всего Исраиля, всего Израиля. Гевиаф и Кирьят 14 городов с их селами. Вот удел сынов Бениаминовых по племенам их. Запись делается для библейского портала Экзегет.